здравствуйте всем привет а это кто это кто о я думал гаваргура гаваргура превратилась то в человечка здравствуйте дорогой мой человек как вас звать-то николай или же лизард интересный интересный никнейм айайк порт все очень просто но сегодня у меня ролик будет каким-то невероятно интересным что льда почему он будет интересно что в гости я к нему в гости пришел hell play если я правильно понимаю могу очень сильно ошибиться ни одного стрима не смотрел ни разу но вот ты смотрел что может сказать об этом прекраснейшем человеке у нее своя харизма да то есть он очень хорош да в этом вот мне попадались некие фрагменты с его стримов и могу сказать однозначно что 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 ну харизмы у этого человека просто вот есть ванна у него харизмы как 4 ванны переполненные понимаешь то есть вот пример такая да и что я еще могу сказать у меня есть одна подписчица хисошка вот хисока ее любимый так сказать персонаж или один из любимых до воительница архата и собственно она а я авторитетное время для меня она авторитетно до ее мнение всегда очень значимо до умнейшая личность которая всегда видит годноту и негодоту в одно реально конечно у всех мнения разные насчет аниме да абсолютно для кого-то наруто божественно прекрасно аниме для кого-то человек бензопила отстой полный то есть тут для всех разные мнения но все же и это ясно только одно что воительница архата невероятно умная девочка или же мужчина я не знаю я не знают кто вот так узнать она не узнаю уже но я не знаю лично но связь имеем почти год может даже больше я до сих пор не знаю до конца жизни походу не узнаю кто это воительница архата мужчина прекрасный или же девочка миленькая хорошенькая прекрасненькая с татуировочкой кстати окей окей но вот она мне сказала что вот этот вот хелплей мужчина сергей да его звать вроде серёжа сергей он один из лучших если не лучше вообще реакционер в аниме тематике и не только в аниме кстати согласен а или нет я согласен что он хорошо по ним и конечно определяется то что он то есть он прям шарит да ну да он хорошо сколько у него примерно в просмотрах аниме очень много это прямо до то что он лучший реакционер я не согласен то есть есть для тебя по твоему мнению получше на кто-то есть окей окей это мнение коляна я я не знаю я не могу судить потому что я хотел как-то посмотреть человеком бензобилл с его реакции до и воительница архата мне предоставила этот плейлист я помню но что-то у меня времени не было и как-то вот так получилось что прошло мимо меня но может когда-нибудь я это исправлю потому что харизма этого человека мне очень интересный просто по нарезкам некоторым которые видел это просто типа ядерный взрыв и эмоции от этого человека льются вагонами а какие реакции он делать на аниме я увы не знаю но судя по что воительница пишет он невероятно конструктивно разбирает типа все вот что что у него не отнять то вот конструктив и эмоции да то есть он не как я там допустим баррю человек бензобилу много чего могу не понять но какие-то эмоции нет он все понимает он плюс еще дает эмоции да и из-за этого наверное кому-то приятнее смотреть допустим его потому что всегда смотреть умных людей приятнее я скажу про себя не самый умный человек уж точно в этом мире уж точно в этом мире но мне вообще типа без разницы по борту по борту я могу и так сказать за титаник зацепиться и поплыть с ним пусть там наверху люди будут а я так сказать вот так крутиться буду плыть с этим кораблем я как-то абсолютно не имеет значения ну упаду я ну разобьюсь я скальп какой-нибудь ну ничего страшного бывает но я знаю что этот человек заслуживает всех своих подписчиков мне 75 тысяч мы подписываемся сто процентов я этого еще не сделал лайк ставлю заранее и я думал что воительница архата у меня заказала эту реакцию оказывается нет прикинь кто-то другой напиши пожалуйста в комментариях свой никнейм нам очень интересно узнать кто ты кто ты-то вы одни туда ну ладно кто это заказал будет интересно что ждешь от этого ролика ну здесь хэл плей хэл и просто английский мой from english my game короче это да я я этот не очень умный да и никнейм сложный хэл плей окей а вот этот ях юх и их а ух я не знаю ях ну ладно хэл плей хэл плей смотрит выбирает лучше аниме 2020 22 года что я смотрел за этот год человек бензопила я весь посмотрел могу сказать что это мое любимое аниме просто ну могу сказать да потому что реакция поэтому не мы у меня прям возвышение всех то есть она и по времени больше всех и так далее в этом году я смотрел по моему летнее время 25 серий но это аниме они по мне этого года она древнее это к этому году не относится что еще из нового магическая битва одна серия осуждаю за эти маневры что куда я разогнал стейкворд вообще много фильмов вайлит evergarden вайлит для меня шедевр а не аниме но это тоже не новое аниме не новый фильм также но но именно новых аниме походу только человек бензопила именно новое вот и все этот магистр йода наверно посмотрел не то что в разы в десятки в сотни в тысячи в x2 конечно же больше чем я ты колен сколько вот новых аниме достаточно прилично то есть тебе есть выборка то есть ты можешь с ним поговорить на одном языке да вот с этим человеком то есть ты сможешь легко по картинкам понять какое-то аниме и скорее всего если мы уж поначалу не будем что-то понимать то в конце там останутся топовые работы где точно смотрел скорее всего дайте талты дайте будут знакомы я как человек не знающий я просто мы будем общаться мы будем сегодня общаться и размышлять вместе с этим человеком так что всем приятного просмотра лайкосик подписка с вашей стороны будет приятно вот такую вот давай кустом поставь пишите мнение по этому прекрасному человеку которого мы будем сегодня смотреть и напишите в трех словах кто он для вас какие его эмоции будет очень интересно а характеристика за три слова вы будет легендарно а давайте смотреть давайте начинать что тут вообще будет вот это принципиально интерес со стопами конечно же будем наблюдать по ехали давай делали вот такой вот ну типа турнир наверное имеется ввиду тест ага смотри у нас есть какой-то тест аниме года 2022 в этом турнире вам предстоит выбрать аниме года из просмотренных за этот год тайтов на аниме аукционах халплей то есть здесь будет так то что он смотрел то есть ему будет легче то что он видел а то он и будет смотреть количество ряда 64 аниме за год просмотрена если что вот как минимум да я так понимаю 64 аниме он посмотрел за этот год год какой сегодня месяц нет именно по цифрам 26 до нет именно какой месяц по счету сейчас два месяца за тролик вышел то есть два месяца за сколько было было три месяца всего лишь он за три месяца пострел 264 аниме реально понимаю может мне вообще уйти отсюда во нет это как бы унижение младенца какое-то вот представь я в начальном школе нахожусь да вот я одно аниме посмотрел за этот за года вот там класс добро пожаловать класс превосходства я тоже не считаю потому что это другие аниме не читаю только вот новые это новое аниме будут или которые он только посмотрел да я первоклассник или только в школу пришел передо мной уже выпускник это вообще адекватно нет меня под танк кидают меня хотят смести просто чтоб меня смыли вообще до уничтожили благо колян сегодня со мной и он может хоть что-то знать если бы я один тут сидел я я боялся бы я бы труслив был я бы убежал бы в окно не знаю в дверь в пол куда угодно что думаешь по этому поводу справедливо нет вот меня кидают под такой танк который 64 только за два или за три месяца 64 штуки посмотрел это вообще как думаешь что во первых сейчас же 2022 год 2023 а это зависит с превеликим удовольствием во всей красе и к порт как всегда я читаю и я не считаю одновременно вот как так да вот как то есть это который он за двадцать второй год смотрел сейчас я не дай бог он это будет смотреть я надеюсь что он никогда в жизни этого не посмотри потому что у меня уже просто уничтожил в этот момент и скажет просто типа того что для чел читает только что прочитал и говорит абсолютно другие вещи мне кажется нужно это ржет ха 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 хи 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 бля испытывает воительница архата пожалуйста не сделай не надо там где-то ссылки им отправлять я не хочу чтобы она то увидела это же смех будет гаваргур иди сюда мне нужна помощь поддержка психологическая пожалуйста это что мне делать ну вот она со мной есть никто больше мне не поможет аккуратно этом поставь чтобы видно было в боком так вот так гаваргура с нами да это рофу рофу конечно же уважение только уважение окей 2022 год аниме интересно здесь человек бензопила а это что не знаешь а это на главных картах нарисован то есть не сам ну человек бензопила против кого-то аниме интересно как далеко человек бензопила доберется потому что я не знаю как он относится к этому аниме вот не знаю мы будем рассуждать общаться поехали поехали аниме года там просмотренные нами аниме нами а я-то там не был где мы-то где мы-то я один тут смотрел одно аниме новое в того года хотя двадцать втором году я смотрел больше только не знаете тайтлы относятся к двадцать второму году и здесь все будут 22 года или же те будут старее какие-то вот не знаю окей посмотрим в этом турнире вам предстоит выбрать аниме года из просмотренных за этот год тайтлов на аниме аукционах и play что что очень прикольно тем что речь идет только о тех тайтлах которые у нас мы просмотрели вот именно только он посмотрел а почему меня закидывает странно странно если с ним еще смотрел окей ну типа никак и зритель до туда мир это он все так еще растягивает клево клево в обыске может такое делать чудо-юдо но мы не выброски жалко обидно и наверное давайте вот таким образом мы определим аниме года почему нет будет правильно определять аниме года по нашей версии только среди тех которые мы сами смотрели очевидно согласен но только я каким раком здесь буду по картинкам буду судить мне есть аниме топ и реакция да на них я там по картинкам пытаюсь что-то разобрать а здесь что по картинкам аниме буду разбирать ну главное колян со мной он хоть что-то знает и будем общаться вместе окей по мнению хелплей а сейчас будем узнавать какое аниме лучшее 2022 года и согласимся с ним или нет вот это вот правда для меня человек бензопила потому что его только один там смотрел так сказать по полной программе газом стартанул и смотрел до самого конца самого начала максим если ты здесь спасибо тебе большое что че первые четыре или три серии ты меня познакомился не ты я бы наверное не смотрел прикинь я бы такое упущение а ты так и не смотрел человек бензопила да ты прикинь человек да одно из лучших аниме 22 года не смотрел ошибка да исправить надо надо все задание дал выполнишь потом окей погнали то есть ну было бы странно если бы я определял аниме года которые я блять не смотрел мур-мур-мур-мур я ламповая тянка самодвач мур-мур-мур-мур я ламповая тянь блин это же ролики этого и жойкина оу оу легенда легенда жалко что он ролики перестал выкладывать блин клёво клёво классно классно ведь клёво и вот это на стриме на стриме столько можно все и самое главное общение со зрителями до сливок чат идет сколько там ребятишек сколько онлайн и ё-моё это живое общение это кайф это удовольствие топ но вот здесь он правильно сказал что типа этот он будет выбирать то что он смотрел и глупо было бы выбирать того что мы не смотрели как я глупец смотрю аниме топы не знаю вообще ничего но кому-то нужны такие реакции да друзья вы смотрите кайфуйте а я поднимаю настроение так что это уже замечательно да какие-то эмоции получаете это уже хорошо все погнали дальше так ладно поехали чат классический да а созданный в бездне я же смотрел созданный в бездне блять какой позор спектр надеюсь он это не смотрит спектр воительница не говори спектру пожалуйста он же меня уничтожит и я я конечно помню созданный в бездне я весь сюжет могу разобрать я всех помню все кайф 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 но второй сезон только одна серия мне имеется одна серия имеется так что конечно же второй сезон я не знаю но вот у нас есть созданный в бездне и ком кто комбант я не знаю комбатаны будут высланы судя по картинке ну я бы сто процентов выбрал созданный бездне по первой серии мне уже понравилось то что там было на начи своей харизмой забирает сто процентов и вообще на начи очень хороша в аниме если сравнивать с другими это вообще типа лампа вайтян который была здесь прям сто процентов это аниме вы мне не известно я думаю он выберет тоже созданный в бездне хотя могу очень сильно шпат ты бы что выбрал я посуду на вас посмотришь он скажет так созданный в бездне второй сезон против каботан ты будут высланы надеюсь без спойлеров мужчина ну мужчина давай без спойлеров хотя это его стрим он имеет право все что угодно делать ладно ладно я все забуду вы знаете блять ну я думаю здесь даже нет речи красавец руку пожал спасибо спасибо а следующий у нас рейтинг короля это фарфоровая кукла влюбилась какая-то популярная очень популярная что можно сказать если вторую серию не смотреть то вообще классно или третье не так кринж а рейтинг короля знаю только одно что это фарфоровая кукла сказать что популярно это ничего не сказать там просто столько фан-артов столько картинок было вот с этим тайтлом я просто в шоке фан-артах группах то там всяких у прони с аниме связано очень много тайтлов с этой девочкой я просто я обалдевал когда видел я обалдевал видел что же он может выбрать вот как думаешь рейтинг короля почему-то но я бы выбрал это фарфоровая кукла влюбилась так как я не спрятал ни этого другого я по картинке буду судить мне по картинке ну не знаю по картинке мне больше нравится фарфоровая кукла потому что своей харизмой вот это вот кукол котяночка забирает вода девочки верх ногами тут и кувыркаются тоже знаете ли привлекают себе внимание так что я бы фарфоровый выбрал но я не знаю сюжетки абсолютно осознанные бездни рейтинг короля это фарфоровая кукла влюбилась бля слушайте но фарфоровая кукла влюбилась она по началу урофельная и потом конечно уже не очень это кто это что гачи первая кукла влюбилась она поначалу урод оу май гады было что это типа новые подписчики какие-то да или как это вылазит а это косарик качественно качественно гачи такое такое это да кто-то одобрит кто-то не одобрит но мы точно не против и не короче кайф кайф удовольствие на стриме лампы вас река клуба музыка на заднем плане ламповая атмосфера ну кайф ну кайф какая хорошо качественно окей что же он выберет у киона тут размышляет говорит это интересно очень пофельная потом конечно уже не очень ухты короче но естественно если по-серьезки оценивать рейтинг короля колян умный я нет в следующий у нас к кайди и free force и первый сезон и второй сезон что знакомые что-нибудь что хорошие аниме почему пожарники это бригада пожарных что ли аниме или что с этом а вот так вот даже а что он выберет фаерфорс ссоре по картинкам здесь какие-то 4 бандита да и сзади них какой-то дьявол смотри опять же эти глаза как у майки мы допустим до жестко но здесь больше персонажа мне кажется тоже это выбери хотя не могу знать но красивый арт у этих аниме могу сказать однозначно это это мне нравится да кайдзи второй сезон второй сезон второй сезон и fire force первый сезон я так понимаю это реально он все смотрел то есть только то что он смотрел я просто не понимаю как он все это успевает смотреть это же топ слушайте но второй сезон кайдзи мне больше зашел чем fire force первый сезон скажу честно вот так вот вот так вот не очевидно но невероятно не очевидно но типа нормально но ты не смотрел кайдзи но fear force ты смотрел для этого ты ему предпочтение дал вот и все вот и все просто ребят если мы не видели мы откуда можно знать значит что то есть в этом аниме такое что так сказать заглушает free force девушки в танки просто типа да я просмотрел ролик от аймайлес или как-то лакник этот канал там почти миллионник он делал обзор за 23 минуты вроде на это аниме там просто такая жесть происходило такая жесть происходило я чувствую сейчас будет много эмоций от много уважаемого хелплея так что еще посмотришь что он скажет но мне кажется будет топ реакция и выберет пора росса и обосрется как-нибудь девушку в танке наверное ну или не обосрет но рофель на что-то скажет для любителей для любителей само собой кому то нравится кому нет у всех разные вкусы само собой я никого не принижаю порка а росса и девушки это бля девушки танки такая высерная чумошная неинтересная параша я не понимаю лишь он он прям это да по жести идет прямо на хрен срубает все корни то есть я такой этому человеку абсолютно плевать на мнение других да там есть любители девушки танки нет он абсолютно то что он думает он и говорит типа окей окей вес имеет короче его словах имеет какой-то вес огромный да он всегда говорит то что он думает так понимаю да вот судя потому что сейчас услышал это просто типа срубает срубает на корню короче да но он смотрел это аниме девушки танки это когда много серийная или одна серия аниме но по факту если он смотрел то ему кто-то заказывал значит кому-то это нравится или просто хотел поржать над реакции этого человека да как то так это было не знаю ноги он жестко жестко здесь высказался даже мне интересно переслушать это вот сказанное прям какие-то жирные слова в танки летят в это аниме и такая высерная чумошная неинтересная параша я не понимаю тупо 5 высказываний про это аниме блин ахуй блокнотик и просто знаешь на газеты постишь такой гриш фото но вот она окей я не понимаю как это можно смотреть блять клянусь даже люди которые любят танки я сука не понимаю короче в танках что ли друзья мои ты играл кстати в танки какие-нибудь хоть раз я вообще ни разу в жизни не играл вот и в игры связанные с танками ни разу и world of tanks не еще там какие-то эти всякие штуки ни разу бля хамуха не играл кстати пора роса тоже какой-то картинка какая-то свинья девочка на самолете куда-то летят или какое-то приключение как это можно смотреть бля это особый бля нахуй просто пиздец куски дерьма бля те кто любит это ними да это официально кстати официальная информация ты согласен что ли с этим нет я все же буду говорить не так я просто скажу так что у всех разные вкусы кому-то нравится горячее кому-то нравится холодно есть по-любому любители этого него я уверен в этом я уверен в этом так что мне типа я ко всем разнозначно отношусь и у меня на самом деле не было такого что мне какой-то ними не понравилось то есть я все что смотрел мне всегда все нравилось не знаю вот как то так 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 получается я класс превосходство смотрел добро пожаловала класс превосходства что-то многие типа прям хуесос вот это ними да я вообще типа не к этому отношусь для меня типа ну нормальная хорошая аниме смысл есть шикарно там все за это вот так за вот этого завизуализирована там не завизуализирована хотя для кого-то это очень легкое аниме но не для меня уж точно да то есть игру сколько людей столько мнений вот так вот но он умеет право так высказываться и черт возьми делает это очень хорошо прям интересно слушать этого человека я врач по аниме я они аниме аниме толок аниме аниме неважно быть короче вы поняли пусть лишь он себя позиционирует что он типа аниме мастер вот так говно ну парка роса а по 86 это же вот я сейчас смотрю это аниме мне уже на две серии за донатили я уже их посмотрел или 3 не 2 и могу сказать шикарное аниме а еще если песню инфеста вспоминать разрыв эмоции разрыв эмоции и чем дальше тем жестче будет это аниме у вах труд и в подземелье не знаю мне кажется он уберет 86 хотя я не знаю кого он относится к этому ты что знаешь по этим аниме знаешь что то нет я ни одной из этого не смотрю даже 86 интересно тяжкий труд в подземелье против 1886 блять сложновато заре сложный выбор какой-то да значит и той-то аниме заслуживает уважение просмотра по крайней мере на интерес что он выберет но здесь я вот даже не знаю 86 было красиво но как бы фэнтези тематика мне нравится чуть больше ну лишь это его реакция на его же топ который он смотрел и он дает свои мысли поэтому лишь он сказал ему фантастика больше нравится лишь а кому-то нравится больше вот боевые действия допустим да тут абсолютно все зависит от человека но люди кстати сделали этот топ именно ради его реакции чтобы он выбрал для себя так что я не знаю к чему мы здесь вообще что мы здесь делаем мы здесь нужны не знаю окей скажу честно чем меха фэнтези не я наверно все-таки выберу подземелье вот лишь я я вот не смотрел подземелья из этого бы выбрал 86 сто процентов так следующий блич и шаман кинг что это я бы выбрал шаман кинг это первое не мое которое просмотрел шаман кинг да я был выбрал это мою одно из самых любимых а блич вроде что популярная вот мы смотрели топ там были персонажей из блича нет блич классная не мочи на шаман кинг это первое что посмотрели 10 она больше здесь мужчин больше тянки против мужчин кто правит миром тянки или куны вот тут почти нет тянка как обычно вот просто кто это тянка нет парень кого блять вот это парень да не может быть этого это тянка и это тянка и вот это тянка и вот это мужчина вот это мужчина вот вот именно поэтому он является человеком которого 200 тысяч подписчиков да на твиче так понимаю или даже больше а у меня вот и я вот вот и кто да потому что я не могу различить даже пола вот вот фотография не могу различить этого никак вот блич здесь все мужчины кроме вот этой девочки да вот я мастер я уже мастером стал чуть-чуть различают окей что же выберет он значит ты выбрал шаман кинг выберет почему потому что ему больше нравится чем шаман кинг ты смотрел реакцию нет я не смотрел реакцию просто шаман кинг не такой интересный аниме как плеч но я его вставлю потому что это моя первая аниме это первое чувство то не на понял я думал наруто конь твой первая классика является шаман кинг окей посмотрим что он выберет он шаман кинг или блич но блич ребята шаман кинг как синьон безумно посредственный на самом деле что такое синьон синьон то есть какое-то внутреннее слово анимешников да друзья мой помощь помощь спасите помогите я я падаю значит здесь какое-то слово видишь он посредственность назвал какой-то в какой-то штучке и брича он просто сказал автоматически то есть он настолько у любит наверно и я уже говорил про это что он стал культовым ввиду того что у него не было конкурентом свое время и он транслировался на телевидении ты его стелека смотрел или так интернет из-за этого как бы он у многих людей связан с детством с определенными воспоминаниями о той первое аниме вот с детства с воспоминаниями вот вот про него говорится информация да по фактам но я не знаю правда это или нет шаман кинг блич куда могу знать но все в мире синьон он на самом деле очень слабый как и блич но блич меня тоже не впечатляет хотя он находится в это я но я все выберу блич честно скажу то есть на фоне этого блич га история о приключении в другом мире да я паукаш тоже вот это я видел вчера позавчера буквально смол реакции на мотоп там была вот эта вот персонажка уже девочка повзрослела красивая и мне потом в комментариях писали она оказывается вообще может потом быть человеком уже на ногах ходить что выберет как думаешь почему это больше мультяшная да я паукаш тоже или фан но это он сказал фантастику тоже будет правильно здесь персонаж какой по харизматичнее буду да вот эти два мужчины жесткие история приключения в другом мире она же реинкарнация безработного блять но а это реинкарнация безработного блин а как я так не прознал то этого человека я не смотрел то не ману очень часто слышал про него естественно вообще без комментариев без комментариев футбол корока и когда плачут цикады смотрел что то вот поэтому я очень много артов видел очень много артов видел и даже амивишки видел по нему это не моя когда плачут цикады я вообще не знаю тянки красивые вроде мне не особо не то не то понравилось тут он выберет наверное вот это вот ну ты смотрел это да почему что тебя не устраивает когда плачут цикады вот именно атмосфера может какая-то что да мне больше нравится какая-нибудь напряженная там не так и там много тебе надо человек бензопила смотреть там напряженных ситуаций достаточно а курок урок футбол или баскетбол я просто не люблю такую тематику я смотрел одно аниме волейбол называется только его смотрю остальное не могу что-то тебе не устраивает да окей что же выберет он спорт или тянок в инкарнации баскетбол куроку против когда плачут цикады первый сезон но речь идет о первом сезоне я наверное все таки выберу когда плачут цикады первый сезон тянок выбрал любит тянок ай-яй-яй-яй-яй-яй девочки не правят этим миром аниме миром всегда тянки про то ли мужчины три сколько мужчин красивых выбирать девочек о чем это говорит любит тянок все-таки ну ладно он по смыслу там все-таки пытается выбирать да не по картинкам так что наверно по смысловой нагрузке когда плачут цикады по масштабнее будут скорее сюда ну не знаю не знаю я не могу судить пишите ваше мнение то есть первый сезон был нормальный речи только о первом сезоне до голубой период и олда солдаты будущего что-нибудь видал я только слышала солдаты будущего смотри тоже не очень хорош по артам голубой период просто выносит солдаты будущего по моему мнению во первых персонажей больше во вторых тянка какая-то невероятно вот это обычная обычная среднестатистическая тянка который вот так вот делает здесь же они в какой-то позе еще какие-то синие линии это какая-то способность лютая а здесь просто нападает какой-то чел со спины в ком-то мегаполисе может а-ля нью-йорк где многоэтажки да небоскребы и луна взади не знаю не привлекает меня кадр какой-то обычный максимально обычный меня голубой период именно по обложке больше привлекает как-то харизматичные персонажи выглядят и картинка ярче но здесь для каждого по будет и я не знаю по смыслу вообще ничего что ты можешь сказать ну я не смотрел был и период солдаты будущего я смотрел первую серию нормально по первой серии что можно нормально на этом он выберет голубой период потому что красочный как-то наверное интересно самому аниме что происходит краски тоже есть или это лишь обложка обложка бывает обманчиво окей давай смотрит смотрите смотрите солдаты будущего блять какое говно кстати говоря и голубой пьют на самом деле то и то такое себе но голубой здесь лучше ну вот так вот это это но выбирать голубой чуть получше потому что так а клинок растекающих демонов до 2 сезон бесконечный поезд а что там 7 серий всего лишь богатый детектив баланс не ограничен еще где-то мужчины что тут суки нюрк клинок растекающих демонов просто по атмосфере кадра я уже могу понять что это на сочное сочное что-то я думаю это лидеры да ну лидеры бесконечный поезд клинок растекающих демонов будет лидера где-то в конце мне кажется это войдет там в четверку лучших наверное в шестерку да но здесь даже выбирать закрытыми глазами сделать выбор все клинок растекающих блять демонов 2 сезона бесконечный поезд 1 7 аж колокола запели друзья мои смотри это просто жесть опять тайминг бесконечный поезд клинок растекающих демонов трассе он появился и церковь начала пищать это знак что бесконечный поезд наверное выиграет в этом ролике не просто так тайминги работают там колокола вот друзья мои это прямое доказательство и пруф того что по ходу выиграет клинок растекающих демонов правильно конечно судьба не я не ты не он лишь судьба нам сказала что клинок растекающих демонов выходя ролик тоже смонтирован сделан как бы до реакции уже сделано но бог все видит и видит что это не по ходу в игры двадцать двадцать втором году по своему типа охуенному состоянии души окей ладно церковь дает так посмотрим что будет дальше бесконечный поезд почему бесконечный поезд называется поезде поезде и почему у меня это не заказали мы серии богатый дактив баланс не ограничен ну здесь вообще без комментариев естественно родины это в честь клинка это в звук если чё ребят рейдина и евангелион о евангелион что-то знакомых я это смотрел он должен это убрать евангелион 95 года кстати непонятное вообще жесть рейдина рейдины что это редлайн что это не знаю да что это интересно ну по картинке могу сказать что у меня евангелион больше привлекает а это до сих пор в честь прекрасного клинка растекающих демонов 2 сезона походу он выиграет в тайминг совпало так что я смотрел 95 года это значит не лучше аниме до 40 года но это топ его то что он смотрел двадцать трам году то есть он евангелиона смотрел двадцать втором году посмотрим почему-то оценки этой хиротаму 666 а тут десятки актив 3 мир он а он был когда ты он когда смотрит еще оценивать по баллам дали неплохо неплохо окей ну давай посмотрим вы поняли редлайн был очень хорош евангелион ну конечно евангелион блять евангелион это безумно глубокое произведение меня которая выбыла меня и всего стак евангелион так сказать да его интересно значит как это типа топ работа никого колокола конечно это хорошо чуть-чуть их за этого евангелион походу топ да тоже какой-то аниме там прямо нагрузка смысловая да офигенная какая-то сюжет да непонятно но интересно да мне нравится как он здесь реакцию дает на это аниме то есть эмоции дает очень много значит море море эмоции у него вызвало при просмотре безумно глубокое произведение меня которая выбыла меня всего самого наилучшего именно под тайминг этого слова даже такие тайминги сумасшествие и спасибо тебе дед что ты был рядом его и в горе благодарю за твою щедрость спасибо большое бро спасибо что приходишь на стримы огромное огромное спасибо может мне тоже на стримы прийти к нему интересно там походу атмосфера то топ очень очень приятно спасибо большое дави бубик вот евангелион безумно глубокое произведение которое реально заставляет задуматься я вообще не понимаю людей которые которые ненавидят наверное евангелион презирают только люди у которых айкью выше 120 а чё кто-то не любит евангелиона почему почему хайтера есть у всего интересно почему не любят евангелион там же евангелион это же у меня футболка да с этой достание кстати может пока покажем у меня первая футболка с аниматематика я нашел где гаваргуру если вы не верите что это все нахожу ссылка пруж есть на канале можете найти наберите гаваргура точнее подушка там ну найдете отдыхать захочете но вот она вот она у меня есть друзья мои первая моя футбол которая нашел с вот этой вот главный главный персонаж дано да вот она есть суки то есть вот она есть и есть для ты короткий евангелион держ далеко евангелион доберется в этих в этом топе как думаешь давай смотреть дальше это кто там вот их много а там девочек много хорошо давай следующий потому что ну все остальные достаточно тупые чтобы сожрать этот кусок дерьма а ну redline он redline выбрал еще раз денег который реально заставляет задуматься я вообще не понимаю людей которые которые ненавидят наверное евангелион презирают только люди у которых айкью выше 120 потому что ну все остальные достаточно тупые чтобы сожрать этот кусок дерьма а ну короче он с рофлом все это говорил я тебя понял line конечно же видишь другие разные точки зрения пока не посмотрим не знаю я не знаю я не знаю ты можешь не соглашаться но я не могу делать выводы потому что я не смотрел аниме но у меня просто есть футбол который нашел вот там где гаваргуру так следующем обреждение слизь 1 2 сезон и доктор стон второй сезон доктор стон рисуй что они мы смотрел моем прежде неслись по-любому выиграть здесь доберется моем а перерождение слизь 1 2 сезона что очень важно и доктор стон второй сезон ну я здесь беру доктор стон как бы мегалу бокс и не люблю бой поэтому собираюсь вложить все в защиту перусил первый раз вообще вижу эти картинки здесь какой-то боксер лютый здесь какие-то тянки опять же кому выбирать тянок или боксера я бы боксера выбрал по картинке и он может выбрать все что угодно сразу же мегалобокс первый сезон мегалобокс и не люблю не люблю бой поэтому собираюсь вложить все в защиту но мегалобокс я выбираю здесь охраны хоремия и золотое божество перусилан хоремире что-то знакомое очень где-то слышал золотое божество нет ты что можешь сказать по этим не знаешь да ну и не знаю на что кого он выберет наверное золотое божество выберет что есть мужчины какие-то девочки а здесь только тянки хотя он любит и тянок тоже я так понял да интересно хоремия против золотого божества ну блять хоремия мне вообще не зашла вот эти вот тайтлы меня блять вообще просто не вкатывают неинтересные максимально тупые они сделаны скорее всего для людей которые вот знаете вот я вот часто на чатом стебусь говорю блять вы тупые абрыганы блять только и дрочите нихуя не делаете тупые жирные прыщавые ебланы чё прикинь просто свой чат людей просто нахрен хуесосит поносит там до жестко 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 и все равно его много кто смотрит да интересно 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 самому по спорту как этот мужчина я с ним бы потренировался мы бы с ним потренировались я бы это с удовольствием с удовольствием да дом еще по жизни делать блять ни в чем наивые объебосы и как же я был удивлен что реально для таких сделали специальное аниме это потрясающе на самом деле с одной стороны это хорошо потому что самоубийств меньше вот но с другой стороны адекватному человеку смотреть это просто нереально поэтому конечно же вы выбираем золотое божество так значит все кто смотрели хоремию никому это понравилось все значит ублюдки конченые деграданты и так далее да по мнению его его окей так значит рыцарь и скелета вступает в параллельный мир ахо три картинки очень мне нравится вот этот арт да что-то схожи 10 когда здесь дитя чудовище как будто бы блять как будто бы этот курсу панда что такое напоминать какую-то такую атмосферу не знаю кого он тут выберет но я бы выбрал я не знаю кого выбрал бы даже дитя чудовище мне кажется там побольше экшена побольше эмоции до судя по кадру до вступает в параллельный мир вот это аниме это более серьезная работа хотя хрен знает хрен стоит у по картинке точно дитя чудовище мне кажется кажется покрасивее ну ладно и дитя чудовище бля ну дитя чудовище было заебись нормально было и участка не нравится дитя чудовище говорит про него до про хелплей типа ты конченый баран бля я твой рот шатал ли кому нравится дитя чудовище оси никчемные позорные люди вот так вот мне кажется кто-то сейчас говорит у него до игру всех свои мнения у всех свои вкусы я никогда не буду делать на это акцент кому допустим кому-то нравится то что мне не нравится это не подсчитать что он сразу там полудурок какой-то нет ни в коем случае никогда не буду делать такие выводы всегда ко всем буду относиться по равному я не знаю не знаю не мой подход я просто другой человек может люди все разные само собой да у каждого свой выбор каждый имеет право оскорблять кого хочет и так далее но мне никогда не будет показателем что человек смотрит не знаю какая разница главное чтоб нравилось если нравится пожалуйста смотрите если кому-то это не нравится то что вы смотрите то пошел он нахуй все блин вот так не знаю могу конечно быть неправым вообще изи но что ты скажешь поэтому согласен что хочет смотри да да абсолютно кому что нравится тот и на это возбуждать снова нормально но по сравнению с этим даже точно блять нормально 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 жаркий кабади против а все человек бензопила без спору без шансов мужчины вы конечно красивые но дэнджи вас просто все уносите эти трупы все человек бензопила проходит что ты кто ты как ты ну человек бензопила но ты не смотрел обалденно доставать человека бензопилу стикеры нет это не стикеры да человек бензопила рандомного из середины набери ну взял взломил оу оу выбор на аки пол вода аки персонаж из этого там что-то упало аки аки друзья мой выбор пал на него так что человек бензопила это конечно удовольствие такое испытываю наслаждение тут вообще просто разлить конкретного масштаба всех бензопила пал неужели эти купола которые сработали на клинке рассекающих демонов говорят о поражении человека бензопилы в этом топе держись какая-то это же надеюсь нет надеюсь хотя я не знаю может он вообще к человеку бензопиле относится ужасно и плохо и считать всех кто смотрится бензопилу ничтожными поддонками и так далее да это мы будем конечно же смотреть окей что скажет жаркий кабади а бля я помню 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 про это еще странную игру человек бензопила да ебать ну блять о без шансов он хочет мы с ним похоже с человеком бензопиле да человек бензопила для нас тайтл который нам очень нравится он просто и на то среагировал хорошо и на это то есть возбуждение испытал значит он хорошо оценивает это аниме и положи аккуратно и по-любому по-любому он ему понравился катая волна хорошо хорошо все погнали дальше а тут еще упал вон еще одна как ты так уронил ну криворукий но криворукий ладно ладно вот он у нас сегодня короче как бензопила он выбрал это конечно хорошо и замечательно так кто там дальше чуваковым небо в цвету и случайный такси первый раз вижу случайный такси то что надо было назвать так аниме случайное такси ну почему оценки какие-то невероятно высокие значит ему понравилось ты понимаешь да оценки от чата оценки от шейка оценки от стрим 10 из 10 повторил там аниме или значит когда интересный тайтл наверное небо в цвету тут кого без комментариев тесно небо в цвету против случайные такси блять случайные такси охуенный тайтл возьми себе в записочки 5 очень классный тайтл пиздец как круто смотрится прям охуенно ну блять со судьбу без теста второе такивские мстители огнем и мечом знакомое что-то интересное знакомый персонажи где-то их точно видел огнем и мечом эту тянку может где-то видал могу ошибаться что он выберет как думаешь ну арты интересны в обоих случаях и тот и тот мне нравится что выбирать я вообще не знаю токийские мстители против огнем и мечом ну вот первый сезон 1 сезон 1 сезон 32 сезон ллядь токийских мстителей 1 сезон потому что дальше мне не очень понравилось так ну что скажешь 1 сезон типа топ а потом и унижающий понижаю дальше мне не очень понравилось огнем и мечом но мы говорим только про первый сезон да про первый сезон то мы не рассматриваем в целом мы говорим про первый сезон мы говорим еще раз чат мы выбираем не не тайтл в целом максимально мы говорим вот только про то что хотя с другой стороны она потом скатилась блять да ну тут предоставлен первый сезон давай по нему и судить давай посадимую по нему и судить а это было стабильнее не наверно правильный огнем мечом да но если в целом судить то так можно я не знаю огнем и мечом ничего и мстители ничего не знаю но лишь он по первому сезону ему все понравилось в этом аниме но если в совокупности брать то наверное это ними стабильно идет все да все серии все сезоны не знаю но лишь он выбрал вот так вот да я вспомнил что просто она в говно же там и улетела на первом сезоне да не давайте огневым мечом она у первом сезоне он говорит в говно улетела бисока ржавор же ржавое для них учительное название девочка покорившая время блин а мне нравится картинка это и другая если честно ну вот здесь как будто больше эпика здесь больше свободы до парящая девочка тяночка летит своим не мечтам реализациям не знаю что он выберет но мне и тот и тот нравится арт хорошее хорошее лучше да определенно биска ржавоед против девочки покоривший время ну наверное биска ржавоед я я на самом деле возьму ну парту клёвая парту клёвая 3 очочки у него клёвые тяночка заряжена еще одна тяночка с них две тяночки снизу и рак отшельник какой-то ли кто это рак реально бля докеры вы здесь осуждаю игра друзей его ну или песни фьюритово глаза эта история для меня это моё первое вообще ними в истории просмотрены я посмотрел за 12 часов плюс-минус где-то так и это было я сел вечером закончил только утром но виви песни фьюритово глаза это аниме нет 2022 года посмотрим что он выберет но я с огромным так сказать уважением отношусь к этому аниме и знаю что кому-то она не нравится как будто кому-то она кажется очень простым но но все равно всегда со мной то что это мое первое аниме хаус если ты здесь дружище привет тебе но это конечно же прекрасное аниме лично для меня но может выбрать игра друзей но это будет его выбор но для меня виви потому что это первый первое мое аниме вы вообще истории принципе до этого я ни разу не понял никакой аниме что ты хочешь сказать но по обложке и то и то красиво мне очень нравится этот мишка еще кайф я по честному игра друзей потому что это похоже на тетрадь смерти это тоже и это аниме тоже нравится а по рисовке ты видел виви хоть чуть-чуть я хотел просто узнать по рисовке какая отличительность есть вот здесь вот здесь просто я помню виви там очень красиво есть кадры особенно запоминающий кадр это когда просто в отражении глаз виви самолет взорвался в котором был ребенок это короче не знаю я просто очень эмоционально настроен на виви но может конечно же очень плохо высказаться про это аниме и руки и дело его но просто он не так связан с этим аниме как я допустим игра друзей а бля прикольно кстати было да и вели песнь флюоритового глаза но я наверно возьму игра друзей лишь он даже не сказал ничего плохого про виви так что наверное он нормально к нему относится мы просто выбирают более на это какой-то лучше аниме которые вызывают больше эмоций да но популярнее наверное популярнее да ну или как то так перерождение дяди так называется аниме и монстр какой-то блин здесь поклевее артик для тут дядя просто 3 с этой стороны вот они такие были да и вот так они изменились жутко перерождение дяди блять мог бля ну ладно я короче скажу если бы монстр если бы монстр был короче серии на 50 50 серий сколько там серии в этом монстры 1 150 серий короче и он все это смотрел 50 серий фига себе это жестко хотя бы на 30 хотя бы серии на 30 блять определенно я бы наверное хотя даже хуй знает нет вот тогда было бы очень тяжело выбрать но все-таки здесь я выбираю перерождение дяди во первых перерождение дяди ебать какое охуенное аниме в га пацанку на кстати три десятки десятки от шейха этому донатер си 9 7 от чата показатели неплохие вот а а монстр все-таки все-таки он затянут монстр охуенное аниме прямо ебать пизда то смотрелось но он но все-таки затянута слишком были моменты которые уже просто даже атмосферы не давали они вот они вот уже были просто отрисованы все-таки нет поэтому перерождение дяди химик какой-то братство 2009 года и гурен лаган лаган здесь всякие какие-то фигуре трансформеры к буду какие-то девочки и девочки а здесь два персонажа или это один просто с разных ракурсов взят не знаю я не знаю что он может выбрать абсолютно не понимаю ни разу не видел ну по картинкам здесь больше персонажей я бы выбрал этот топ тупо по картинке да уж много сока в этой картинке уж очень много жизни в этой картинке здесь такой один парень уверенный с рукой какой-то да может рука которая дающий им все в этой жизни да интересно ты бы что выбрал по картинке хотя монстр крутой аниме стальной алхи стальной алхимик миг против гурен лаган бур который пробьет небеса слушайте с остальным алхимиком у меня тяжелые отношения большим перерывом наверное гурен лаган все-таки опа это это когда популярный тайтл по картинке где-то видал много раз как называется семья семья шпионов и для тебя бессмертный первый сезон но это когда очень популярно вы что я на сайтах где справился как бензопилона постоянно в топах было вот это вот постоянно семья шпиона против для тебя бессмертный я семью шпионы возьму вообще просто без клетки заработай заболтай знаешь это аниме позиционирует сводительница архата потому что она ну и это одно из любимых ее аниме и еще аниме какой-то дарная на на бездарная что ли или наоборот не знаю бездарная на на и клетки заработай интересно будет что скажет любимый стример водительница архаты про ее любимое аниме это очень это интересный кейс интересный кейс ну у меня кажется клетки работают такие маленькие оценки вы чё серьезно может второй сезон возьпересил он мега top автор сезон провал и не знаю я не знаю первоздательница ждут вами до того что он скажет интересно бездарная на на quality еще одно аниме тогда не клетки зарогодай а второй сезон блять второй сезон был такой да короче вот первый сезон трекки заработай типа воистину что-то невероятно прекрасные до сногсшибательная Вызывающее, не знаю, эмоции Да, какие-то невероятные, да, что возбуждение Там, может, вставание чего-нибудь, да Вот как-то так, да, а второй сезон уже Это, кстати, на понижение пошло почему-то, да Скорее всего, как-то так Не знаю, Вадикин, запиши по фактам или нет Правда ли это или нет Посмотрим Бля, ну вот на самом деле Они равнозначные отчасти Блядь, а что взять-то Второй сезон говно, да Ну и нано, Кал, ну и нано Ну да, вот, блядь, тяжело Говно против мочи, по факту Говно против мочи Жестко Нано вначале интересно, да По сеттингу Ну по сеттингу я все-таки выберу то это, да Радуга, Самеро Из шестой камеры Сатана на Подработки Ну и название, ну что это, что это за название Опять же, Тянки Пару мальчиков Здесь много мужчин, которые В наручниках, что, типа Присон Брэк по Бэк, что ли, какой-то Или что это, про это аниме Но Радуга, Самеро из шестой камеры Походу про тюремные истории какие-то Обалденная история про тюрьму, да Интересно, что? Я не знаю абсолютно, что здесь Капец, как вот это все можно смотреть? Как? Нифига здесь оценки, это что? Это что? Кстати, какой-то клевый тайтл про Вот эти вот работяги сидели в тюрьме, походу, да И они там, наверное, в Радуге какие-то эмоции испытывали Воспоминания или хотели к чему-то достичь чего-то, да Непонятно Радуга, Семеро из шестой камеры Блядь, заебись, кстати, охуенно Ну, по арту я не могу сказать, что клеве Ну, вот это тоже красиво И это красиво Дело вкуса, дело вкуса Сатана на подработке Ой, нехуйня, давайте Королевская битва, да? Ноль Мастер мяча онлайн, первый-второй сезон Мастер мяча алисизация Первый-второй сезон Блин, ну и название Такое длинное название, вы серьезно? По картинке, видишь, вообще ничего не понятно Чуть всего напихали, как будто бы просто салат какой-то огромный из всего Здесь мишка какой-то вижу Парень смотанный, замотанный Какой-то божина в руках, огонь Это кто? Это что вообще за монстрюга, блядь? Ты посмотри на него Испугаться, сказать, что я это, да Страшно, можно убежать? И он держит в руках вот этого бедного мальчика Который пытается сопротивляться ему Блин, я думаю, он выберет это Такое, что здесь уже по картинке экшена просто какой-то невероятный Здесь тоже экшен есть Видишь, какую-то тянку Еще тянку Здесь как-то много всего непонятно Здесь прям как-то все эпично, красиво Посмотри, какой сильный мужчина, да Сильный монстр Посмотри на эти лапы Посмотри на эти пальцы, ногти Зубы, зубищи просто вот такие А вот этот медвежище какой Красавчик Бог какой-то, наполовину человек, наполовину дьявол И завязанный человек Ну красиво, ну красиво Вот еще какая-то девочка, мальчик Мне кажется, что это выберет без шансов Очень красиво Магическая битва 0 Бля, кайфарик Мастера меча Блядь, ну тут даже как бы Без шансов, без шансов, абсолютно Однокалиточно Типа читы врубил и все Блядь, магическая битва 0, конечно Ярость, бахмута и первый сезон И 91 день Вообще первый раз слышу Вот это вообще ни разу не видит Какой? 91 день Че скажешь? Хорошая аниме, классная Я думаю, он его и выберет Похвалит, думаешь, его, так сказать, подсыт? Похвалит, я думаю Ярость, бахмута Ой, ярость, бахмута И 91 день Ну, естественно, 91 день Ярость, бахмута вообще была не очень По-моему, еще под конец, так точно Моя геройская академия Третья-пятый сезон И первый-третий фильм Девочка, которая видит это Моя геройская академия популярная Что-то очень Я думаю, я ее и выберу Девочка, которая видит Девочка, которая видит это Первый раз слышу Но, мне кажется, это Какая-то тоже Эпическая история Потому что Девочка, которая видит это Она, значит, видит Скорее всего Каких-то Призраков То есть открывает шкаф И там призрак Просыпается Открывает утром глаза И там гребаный призрак Идет по улице И у нее мозг Играет такими Стебелями Что это призраки повсюду, да Или какие-то существа Извне И она только одна это видит Я так понимаю, правильно? Потому что, смотри Эти две девочки веселые А она одна как бы Видит это Ей страшно А Моя Геройская Академия Это просто какой-то Ну, наверное, очень популярный тайтл И, наверное, поклонников У него очень-очень много Но мне будет интересно Что он выберет Моя Геройская Академия С третьей по пятой сезоны А также фильмы Первый, второй, третий И девочка, которая видит это Геройская Академия Для меня Бедшанс Просто бедшанс Границы пустоты Первый, третий фильм И черный клевер Вот, кстати, мы это Как-то в прошлом снимали Видели черный клевер Да, да, было, было, было Было такое Граница... Не, я первый раз все это вижу У границ пустоты клевый артик Девочка такая Просто с луны летит С такой скоростью Что, наверное, просто срежет нас И мы даже это не увидим Не почувствуем То есть, вот есть такая тема Черный клевер Ну, тоже, знаете ли Мужчины в самом рассвете Саку И внизу барышни какие-то Вот, смотри, да Интересно Наверху какие-то молнии Огни Арт интересный Кого он выберет Я вообще в душе не буду Но по арту Какой тебе арт больше нравится? Границы пустоты не нравятся Да, вот, мне кажется Более такая фантастическая Когда атмосфера И тянка привлекает К себе внимание огромное Но здесь целых три мужчины В центре Для кого как? Для кого как? Здесь я выбрать вообще ничего не могу Очень интересно У меня Граница пустоты Три фильма И черный клевер Блядь С черным клевером У меня тоже тяжелые взаимоотношения Но я скажу так Что все-таки Границы пустоты Они Больше проебались Чем порадовали Поэтому здесь конечно клевер Тем более клевер Потом стал вообще охуенным Ну блять Атака титанов Четвертый сезон Вторая часть Атака титанов Ова 6 серий И волчьи дети Аме и Юки Что? Тут без вариантов Атака титанов Просто Атака титанов Я не смотрел Но популярный да Тайтл Очень Из него я в топах Много кого видел Красный Волчьи дети Аме и Юки Наверное какой-то Непопулярный тайтл Но очень милая Картинка Очень милая Прям оболочка Да Мне привлекает Это внимание Естественно Если бы я Выбирал Допустим Что мне посмотреть Я бы выбил Вот этого мужчину И вот эту девочку С маленькими Детьми Аля волки Я бы наверное Выбрал для посмотра Вот это Ну тупо по Вот картинке Арта Которую я вижу Да Не знаю почему Может быть критическая ошибка Кретиническая Может даже ошибка Ошибка Типа Долботряса Может быть Да Но Не знаю Я бы выбрал Волчьи дети А потом Уже бы наверное Атаку титанов Ну тупо по картинке Мне очень нравятся Милые арты Мне нравятся Очень милые истории И здесь Девочка Наверное Со своими Либо братьями Либо сестрами Либо детьми Вообще Пытается преодолеть Наверное Какие-то трудности Сложной жизни Когда наверное За ней кто-то ходится Или одиночество Да Есть такое Тоже кстати Есть аниме Волчицы и пряности И там есть фраза Одиночество Смертельная болезнь Может быть Это как никогда Подходит И вот к этой ситуации Кто знает Кто знает Я не знаю Что думаешь ты Я знаю что ты Атаку титанов Вы выбрал Но что по артам Думаешь Вот Это ты Ну по арту Честно говоря Волчи дети А мои тюхи Получше Ну кстати Видимо я тут Не очень сказал Потому что Атака титанов Ова 6 серии Что это такое Ну это тоже Аниме Только Другая Слистика Типа Дополнение Да Как будто бы Ну да Типа того Ну вот Ова Не очень Оно классное Очень Но не то Рисовки топ По смыслу Не очень Или как-то По другому Я не знаю Как это объяснить Ова Классное Но не то Не то Чем обычно Окей Окей Посмотрим Что скажет Серега Да Его звать Посмотрим Что скажет Серега Хеллплей Заебись Зашел Атака титанов Четвертый сезон Вторая часть А также Ова 6 серий И волчьи дети Ну здесь Понятное дело Атаку титанов Просто выбрал Сходу Мстители Да Или что Обители Мстители Титанов А Повелитель Четвертый сезон Это Оверл Бля Я смотрел Ой Это Оверлорд Мне Так сказать Мона Дружище Если ты здесь Привет Вот здесь даже написано Блядь Почему я наверх смотрю Надо сразу на арты смотреть Дурачок Дурачок Повелитель Оверлорд Четвертый сезон И арт Сногсшибательный Сумасшедший И Это харизма Вот Допустим Персонаж Из Оверлорда Я ни один сезон Не смотрел Ни одну серию Не смотрел Но Я знаю Что это Невероятный Тайтл И он Очень многим нравится Очень Многим нравится Не знаю Как относится К нему Хэлплей Но Судя по тому Что я видел Судя по тому Что по песням И по просмотрам Это какое-то Популярное Аниме Очень Стилистически Невероятное Да Потому что Все персонажи Харизматич Да даже Вот Вот Девочка Помнишь Что было Когда она Превращается Когда она Не контролирует Свои эмоции Она превращается Вообще В другого персонажа В иного персонажа И это Наверное Про каждого Каждому Можно применить То есть У каждого Своя история У каждого Своя Так сказать Какая-то Привилегия К оверлорду И сам Оверлорд Это лидер Который Просто Невероятен Так что Повелитель Это тоже Четвертый сезон Я не знаю Четвертый сезон Провальный Не провальный Я не знаю Но По арту Это сногшибание Это сногшибание И вынос Вообще Всего Вообще Из хаты Тревога Батя в здании Оверлорд Привет Я Так сказать Поклоняюсь тебе Хорош Девушка В последнее путешествие Арт милый Очень милый Арт И Это арт Как будто бы Знаешь Ситуации Которые Нельзя преодолеть Наверное Потому что Посмотри что мы здесь видим Видим двух персонажей Девушка в последнем путешествии Напоминает Если честно Я смотрел У Марлук Марлак Канал этот Миллионник Где Пересказ за 20 минут Это может быть История История про тех персонажей Потому что там тоже были Две девочки Плюс-минус такие же И Они по-моему Остались в мире Что-то случилось Короче ужасное И они остались То ли одни То ли не одни Ну там я помню Были какие-то люди И они Так сказать Преодолевали Препятствия Всякие разные в жизни И вот они Путешествовали По этому миру И вот Я так понимаю Эта сцена С завода Куда они пришли Завод был заброшенный Что-то там случилось Какая-то катастрофа И вот они туда пришли И вот там Пытались пережить То что было там Короче невероятное аниме Сложный выбор для меня Потому что Ну не Я выбираю повелителя В любом случае То Потому что Вот по глазам По вот этим вот Какаскам По лицам Я помню Что я смотрел Историю Про вот этих персонажей Надо чуть-чуть Так сказать Посмыслить И вспомнить Тот ролик Потому что Я его давненько Смотрел И естественно Чуть-чуть Чуть-чуть Все распалось В моих эмоциях Потому что роликов После этого было Просмотрено Какое-то немеренное количество Но та история Мне очень-очень Сильно понравилась Которую я смотрел И на ютубе Есть моя реакция На тот пересказ За 23 минуты Или как-то так Милый Очень арт Но оверлорд При всем уважении К девушке В последнем путешествии Я выбираю Повелителя Что ты скажешь? Да, я тоже Повелителя выбираю Но вот ты мне рассказал Про девушку В последнем путешествии И я хочу ее теперь посмотреть Интересно Там я рассказал Не прям так Потому что я помню Что там люди были Все-таки Но то что мир Опустошел Это по факту Уж точно было 100% Там какой-то апокалипсис Но на полшишки Может не на полшишки Но факт в том Что они вдвоем путешествуют На какой-то коляске Такой там Была какая-то коляска Или мотоцикл Какой-то даже был Короче, это ламповое аниме Ламповое Но многим Так же и не нравится То есть Я говорю У всех есть поклонники У всех есть хейтеры Две стороны Две стороны, друзья мои Что выберет он Я думаю Повелителя Наверное Хотя Могу очень ошибиться Но посмотрим Повелитель Посмотри какая рама Джоберлорд Четвертый сезон И девушка В последнем путешествии Блять В пизду Их нахуй Реально Мне кстати говоря Знаете что еще Меня раздражает Вот такой стиль рисовки Я понял Вот с этими Ебучими ебальниками Вот такой Блям Я вообще не втыкаю Вот ему не нравится Видишь Мне нравится Мне пофиг Но есть Девушки Танки Там такая же рисовка Да Не Я просто Когда смотрел тот ролик Мне показалось все Мило и достойно Нормально То есть У меня просто Нет наверное Такого опыта В просмотрах аниме Я не могу Так сказать Судить по этому Так что Мне не отпугивать Нисколечко Мне нравится Мне нравится Я скажу Честно Мне нравится Мне еще не было Ни одного аниме Где там Был тотальный гарем Не смотря эту реакцию Хотя тоже смотрел Наверное Аниме хорошее По смыслу Нормально Нормально История хорошая Типа Придумали хорошо Эти моменты 18+, Что-нибудь другое сделать Придумать Да Идеальное аниме Нормально Мне все доставляет Довольствие Вот не было еще аниме Который сказал бы Я фу Дерьмо Не хочу смотреть Уберите меня Семьера отсюда Вот не было такого Вот я сколько аниме Просмотрел Вот не было ни одного Такого Где вот просто У меня там Испытывало Вот как он Типа говорит про некоторые аниме Я не могу так сказать Ни про одно аниме Вот реально Не знаю почему Я такой человек Который ему Нравится Если что-то не нравится Да нет Такого Мне нравится все Я не знаю Мне больше нравится Чем не нравится Может еще не дошла очередь До того что мне не нравится Потому что Как хейт Как хейтерять Класс превосходства Добро пожаловать Класс превосходства Я просто поражен Реально Все что-то там поносят Ну мне понравилось Я не знаю почему так Я не знаю почему так Не знаю Но Сколько людей Столько мнений Я всегда говорю Так что Все люди разные Кому-то что-то нравится Кому-то что-то не нравится Невозможно прийти К единому значению, к стабильности В мире, невозможно Всегда так будет, есть и было Наверное, так что Здесь он, наверное, рандомно выберет Потому что, я так понимаю, и тот, и тот тайтл не нравится Или что, смотрим Короче, оверлорд Я беру четвертый сезон Один на вылет и боец Баки Боец Баки где-то слышал про это Я смотрел Где-то слышал про это Один на вылет не слышал вообще Я тоже какое-то спортивное надействую Потому что, видишь, он держит Так сказать, американский футбол Американский, а нет, это бейсбол Наверное, про спорт тоже что-то Не знаю, выбирай, выбирай Ну, конечно, тут боец Баки Я его смотрел, классное аниме Нарушает все, конечно, законы физики Да, закон физики аниме, ну что мы Там просто показываешь Это то же самое, что к играм придираться, что там физики нет Это бред Придумана история абсолютно, да Какие физики И что, человек-бензопила существует в реальной жизни? Ага, конечно, блять То есть, не Аниме, можно делать все, что угодно Так что оцениваем, может, просто, что ты думаешь Боец Баки Боец Баки Не знаю, я пар там Мне и то, и то, если честно Ну, не знаю Это что-то Вот это обезьяна, да? Корст, посравни эту обезьяну Помнишь, мы топ смотрели? Часа два Вот это обезьяна харизматичная, да? А там простая обезьяна была Из Даркбола, да? Интересно Ну, и кого он выберет? Давай, посмотрим Один на вылет И, блять, один на вылет Это аналог, кто не знает Это такой эдакий Спортивный аналог Кайдзи Но Без хорошего знания Бейсбольной терминологии Да даже и с ней Потом начинается Такая хуета Вот поначалу Прямо заебись То есть поначалу Вам прям кажется Что это охуенный Спортивный Кайдзи Который просто разъебывает Но потом Бля Потом начинается Конечно, такая себе история Поэтому я здесь выбираю Боец Баки О, пошла Одна шестнадцатая, кстати Клинок Просто Купола Мне сказали, что клинок побеждает Я верю Этому Так сказать Вот этой атмосфере Которая была Когда клинок Пришел к нам На трон Так что я почти уверен Что он выиграет Не знаю почему Но так тайминг совпал Слышно было На микрофоне или нет Посмотрим Но клинок Именно появился Когда у нас Заиграли купола Так что он Скорее всего выигрывает Хотя Если будет человек Бензопила Вместе с ним Я не знаю Какого будет выбора Это будет очень сложно Посмотрим Ну тут клинок Дальше Порка-роса У нас Против клинок Рассекающий Ну это смешно Порка-роса Конечно Само собой Смешная ситуация Что здесь Кого он выберет Атака титанов Конечно Педание Атака титанов И огнем Ну атака титанов Понятное дело Труд в подземелье Магическая битва Да 10 и 10 У него оценка Так что это тоже Его лидер будет Ну по арту Действительно Сногсшибательно Сногсшибательно Магическая битва 0 Это магическая битва 0 Доктор Стоун И Бездна Да Так как я смотрел Одну серию Я не могу делать вывод Но по первому сезону Мне все понравилось В этом Все Доктор Стоун Я не знаю Но Мне арт Больше нравится Естественно В Бездне Потому что Эти все персонажи Мне знакомы И Просто Я не могу Это из себя выкинуть Если мне знакомы Это аниме И если я не смотрел Это аниме То естественно Оно для меня выигрывает Ну само собой Он может выбрать другое Потому что он смотрел Этот человек смотрел Все эти аниме Он все знает И естественно Ему проще выбирать Но еще раз говорю У всех людей Мнение разное Мне даже арт Больше нравится У Бездны Скажу честно Не знаю Посмотрим что будет Для меня созданный В Бездне Второй сезон И Доктор Стоун Доктор Стоун Был сложный выбор То есть он колебался Видишь Значит Созданный В Бездне Не вызывает у него Такого кринжа Как у некоторых Да Вызывает То есть Окей Хорошо Гурен Лаган И Моя Геройская Академия Что выберет Как думаешь Моя Геройская Академия Гурен Лаган Моя Геройская Академия Моя Геройская Академия При всем уважении К повелителю Может быть Если когда нибудь Я Посмотрю это аниме Да Да Так сказать С небес Прилетет Оверлорд Господь Повелитель Поклонимся Моему Если я посмотрю Когда нибудь Повелителя Да Оверлорда Может быть Мое мнение Изменить Но пока Человек Бензопила Для меня Лучшее аниме Которое я смотрел По крайней мере, на данный момент Я смотрел очень малое количество аниме Так, на вскидочку это, ну, очень малое По сравнению с ним, я вообще просто Атом ебаный, блядь Вот он человек, да, человек, а я атом Вот именно в аниме сравнении То есть он в аниме просто шарит на Триллиард голов выше меня Я не могу судить Повелителя и Человека-бензопилу Но из-за того, что я смотрел Человека-бензопилу весь Но без манг, без вот этого всего Первый сезон Я могу сказать, что Человек-бензопилу на меня выигрывает Но Повелитель, судя по всему, что я видел По историям, по рассказам, по Амиви По всему, это тоже невероятно красивый Тайтл и с невероятной историей Но все-таки Человек-бензопилу За то, что я смотрел и выбираю, но Повелитель Это уважение Поклонимся Повелителю И просто скажем ему спасибо за то, что он Наверное, привлек Невероятное количество Так сказать, людей к себе Потому что поклонников у Оверлорда действительно Какое-то немереное количество Потому что тайтл очень популярный Но Человек-бензопила для меня выигрывает Для тебя что? Ну, для меня это тяжело Я даже не знаю, что сказать Я как бы и Человек-бензопилу не смотрел Но знаю, что красивая рисовка и все такое Но и Повелитель тоже очень классный Амивы Так что тут очень тяжело мне выбрать Я вообще не знаю ничего Сложно Ну, вот я про Человека-бензопилу все знаю А про Повелителя знаю только то, что я видел И то многое из памяти удаляется, как всегда Но если бы я посмотрел Повелитель полностью И Человек-бензопила, да? То я бы мог аргументированно сравнивать И мы бы тут провели экскурс По этим аниме-историям Про Человека-бензопилу мы поговорили И про Повелителя А так, как я смотрел Человека-бензопилу Для меня Человек-бензопила выигрывает Но с уважением к Повелителю Сто процентов Все-таки тут гарем прекрасных персонажей А в Человек-бензопиле их не так много Но они все запоминающиеся и невероятные Окей, выбор для каждого свой Мне кажется, он выберет Человек-бензопилу Человек-бензопила и против Повелителя Человек-бензопила Вообще изи Черный клевер, дитя, чудовище Что выберет? Черный клевер, дитя, чудовище А потом он разогнался Черный клевер 91 день, когда плачут цикады 91 день, естественно 91 день против, когда плачут цикады 91 день Бискоржавый ед, клетка заработает Вот здесь что? Он клетку заработал второй сезон Именно он говорил, первый сезон хороший А второй сезон, ну, такой себе Значит, Бискоржавый ед Да, как воительница Архалта Интересно на это реагировать Будет, что ее любимый тайтл Хотя, может, ей тоже только первый сезон нравится, да? Не знаю, посмотрим Напиши в комментариях, будет интересно Бискоржавый ед против клетки заработай Бискоржавый ед Мегалобокс против Случайный такси он очень хвалил Так, скорее всего, выберет его Да, я тоже думаю так же Случайного такси Случайное такси Рейтинг короля, боец Баки Интересно Рейтинг короля против бойца Баки Рейтинг короля Мне было, было Игра друзей Блич Игра друзей, ты говоришь, топовый, топовый тайтл И Блич хороший, да? Да И что ты выберешь? Игру друзей, думаю, да Прикольно Игра друзей против Блич первого сезона Игра друзей для меня Семеро из шестой камеры и Кейдзи 2 сезон Что? Выберет Семеро из шестой камеры Семеро из шестой камеры Против Кейдзи 2 сезона Блять Блять Сложный выбор Интересно Вот и разрывайся на Депл Кстати, склейка сейчас была Наверное, очень долго рассуждал Бля, ну Шары, конечно, поднасрали Наверное, будет честно выбрать Семеро из шестой камеры Я считаю Вы согласитесь? Ну, из того, что вы посмотрели Я нет Потому что я ничего не знаю Готов верить профессионалу тебе Ты все эти аниме смотрел Если бы я эти все аниме смотрел Тогда поговорили бы посерьезнее Потому что Все-таки Будет, наверное, да Семья шпиона против головы пися Даже я не успел направить Выбрал Семью шпионов Семья шпиона, естественно Блять О, Ринкарнация безработного Че? Ну, конечно Редлайн против Ринкарнации безработного А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а становится сложнее определенно становится сложнее выбирать а чё по оценкам 91 да даже пациент ну redline было ебать как стильно redline было супер стильно музыка на плане ну а это было интерес тоже интересно redline визуально кайфарик да я же говорю вы redline безумно стильный очень крутой давайте инкарнацию все-таки божество и перерождение дядя дядя золотое божество перерождение дяди перерождение дяди о третий этап пошел 1 8 так академия против реинкарнации самый сок начинается геройская академия против инкарнации у ля 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 а ты что думал чем дальше влез тем мы глубже как говорится информации дать от сложнее выбирать само собой так всегда было есть и будет да теперь все оппоненты достойные друг друга встречается все 1 2 строчка мира указалось бы да то есть соперничество обеспечено лютого порядка ну что поехали у ля ля у ля ля у ля ля у ля ля ну там фильмы да там фильмы и тебе не нравились фильмы да я помню не там какие-то были нормальные какие-то нет лан давайте ринкард инкарнацию так такси или девушка первый день но он такси любит на удивление случайный такси 91 день случайные такси а перерождение бико ржавое 5 бископ перерождение дяди сразу же 7 7 6 камеры бензопила для меня точно для него может по-другому быть хотя оценки у него 10 и 10 тому и тому кстати жесткий выбор будет мир и 6 камеры человек без запила человек беднее легко легчайшим образом пока запила доктор стоун семья шпионов ну что второй сезон доктора стоуна семья шпионов боли давай выбирай ну но мужчинский выбор сделай но чё так сложно но я скажу так что доктор стоун и безумно радует по сеттингу и тому что происходит то есть это для меня достаточно оригинально и прикольно сделано вот честно скажу и стоун и семья отличные на самом деле семья заебись блять но стоун он просто давать они для меня как бы равносильные то есть по-своему они оба охуенные как выбирать если то это топ хотя вроде бы семья шпиона смотрелась чуть-чуть бодрее ну давайте семью шпиона второй сезон доктор игра друзей магическая битва она на игру друзей выберет хотя магическая битва тоже жестко не знаю что он выберет это непредсказуемо но что в голове у него только у него в голове пропустим игра друзей магическая битву на магической магическую битву убрал видишь атака титанов рейтинг короля 0 2 так атака титанов рейтинг короля атака титанов хороший выбор о ну здесь еще колокола церкви храма просто так не начинают именно в моей реакции говорить свои слова да так что клинок конечно же клинок ну блять естественно здесь для меня бесконечный путь здесь блин да клинок дядя у 1 4 1 4 пошла выборы сложно сложнее становится сложнее что попотеет чердая переждения дядя и так сказать история ну ладно давай парить не на ту кнопку нажал сарямба прошу прощения перерождение дяди винка 1 перерождение дяди но прямо у поста наберет да прям уверенно уверенно то есть это какой-то прям топовый аниме для него очень что там будет атака титанов клинок россии клинок рассекающий демонов я еще раз повторюсь не просто так колокола сработали да это сам этот спустился с небес аниме бог ёпта и говорит что клинок в этой битве победит но ты бы что выбрал ты смотрел и то и то аниме ну ты знаешь выбираю выбираю я не смотрел мне просто мне бог сказал анимешник что клинок выиграет он и выигрывает что ты скажешь для меня это самый сложный выбор все это время тут атаку титанов или клинок но атаку титанов я посмотрел раньше чем клинок клинок и рисовка классная в клинке и в итоге тоже но я выберу конечно клинок да почему ну из-за рисовки скорее всего конечно атака титанов очень понравилась по сюжету но клинок так что же шарит что же правит в мире аниме рисовка или сюжетка вот главный вопрос все вместе когда джоджо а его почему здесь не а он не смотрел на рассмотрел раньше или вообще не смотрел я не знаю короче ты выбираешь клинок я тоже выбираю клинок потому что бог сказал аниме бог сказал что клинок выигрывает видел атака титанов клинок ой блять not ok сейчас будет великий срач блять да начнется поехали сейчас будет великий срач но для меня клинок рассекающий демонов по сеттингу и происходящему более пиздатой скажу честно атака титанов охуенная клинок рассекающий они оба аниме безумно крутые они оба безумно крутые блять оба но для меня лично клинок он больше я люблю больше вот с этим как который показан в клинке вот мне вот так вот вот так вот и клинок у нас проходит в одну вторую это интересно с кем он там встретиться дальше так больше такой магическая битва случайные такси жалко что такси не смотрел даты магическое смотрел да а ты не смотрел что он выберет здесь он он случайно такси прям очень нахваливал магическая битва но магическую битву тоже вроде или не сразу выбрал но случайно это все он постоянно выбирал просто по кд нравится магическая битва 0 случайные такси несмотря на пизда ты случайного такси магическая битва мне дико завезла вот так вот вот так вот человек бензопила 7 шпионов для меня человек бензопила не смотрел то что в письме шпионов нервный потом популярный тайтл но человек бензопила это другой чуть-чуть уровень мне кажется наверное а я да бензопила или семья шпиона ну конечно семья шпион нет ну ты шутник ров лишь ров лишь норма рафа уебала нормально конечно бензопила бензопила блять охуенно зашло блять я вчера посмотрел на одном дыхании у меня так давно блять вчера вчера смотрел по сути или он просто пересматривал для себя последняя серия походу вчера вышла когда он снимал наверное да эмоции невероятное количество дала тоже бензопила это у него остаток типа ощущений таких что вот это было так классно да надо надо как-то выбрасывать это хотя это сделать наверное невероятно сложно но не знаю семья шпиона бы смогла выиграть человека бензопила если бы даже у него не было вчерашних воспоминания так сказать просмотрено я не знаю я не знаю просто сюжету 7 шпионов вообще типа абсолютно и человек бензопила проходит в одну вторую кстати к клинку рассекающих демонов времени пролетала так быстро это просто пиздец очень охуенно залетела и персонажей все блять охуенно просто магическая битва человек не забила человек бензопила где-то мои стикеры просто интересно я сейчас человека бензопилу убирает он финал проходит а там клинок еще кто-то остается клинок маги магическая битва вылетел или нет клинок будет сражаться с кем там ой кто будет с клинком сражаться за выход финал нет сейчас человек бензопила финал пройдет от финале будет сражение а кто до финала не пройдет там еще потом к две картинки будет клинок и еще кто-то не помнишь кто-то остался но это финале а до финала вот это еще вот одна вторая пока но здесь человек бензопила на выберет что он сейчас сам сказал такие эмоции испытывает не знаю магическая битва ноль человек бензопила при всем уважении к магической битве охуенно мне понравилось всегда при всем уважении кому-то всегда убирать потом других вот всегда так было после полнометражка магической битвы 0 она очень красивая она классная пиздатая но такой же красивый аниме человек да да люди 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 хавают люди знают информацию люди знают на что обращать внимание молодцы пила но там кричит человек бензопила вот-вот финал финал прошла человек бензопила то есть это по крайней мере первое или второе место в двадцать втором году аниме то есть это уже серьезные показатели пережили дяди ну тут клинок 100 процентов он очень нахвалил хотя и к этому аниме он тоже да ну мне кажется клинок всем перевесит он пройдет финал тем более я говорю еще раз церковь просто так не будет звенеть перерождение дяди клинок ой бля да ладно сложно выбирай клинок ну что ты я аж понимаю ты слышал это эти купола нормально все выбирай клинок 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 я даже не смотрел пинка из-за него топлива нормально вообще нет а ну ладно перерождение дяди заебись но клинок вызывает эмоции клинок вызывает безумные эмоции блять я плакал нахуй во время смерти танжера помог такой танжер знаешь кто умер там там кто-то умер значит во втором сезоне жестко ему нет не танк жира этого забыл его блять ну короче ну бля ренгоку 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 блять я пиздец ну прям эмоции ну прям эмоции прям эмоции потому что и финал да здравствует финал магическое пискать клинок рассекающих демонов бесконечный пояс против человека бензопилы два лучших аниме по мнению хелплея в 2к 22 году я не могу судить потому что я не смотрел клинок ни первый ни второй сезон так что это уже не смотрел до человек бензопила ты смотрел клинок вот как тогда для тебя клинок для меня человек бензопила по фактам да мне интересно что он скажет здесь никого он выберет вот реально вообще непредсказуемо мне кажется он выберет клинок потому что он сказал что у него это вызвало слезы а зная по себе когда ты ревешь во время ну не знаю насколько у него слезы вызвал может где-то внутри может быть прям по-настоящему он плакал да смотря клинок но когда ты плачешь эмоции x2 они усиливаются да и если он от человека бензопилы получил эмоции просто типа охуенные аниме да типа просто а обалденные там персонажи все топ макима пауэр там просто муа денжи аки тут все эти персонажи вот эта четверка или или элитарного проекта вызывает эмоции это одно но если у него вызвало смерть какого-то главного персонажа да это x2 эмоции мне кажется x2 эмоции потому что хотя в человеке бензопиле тоже химена то погибла и ну ты не знаешь я знаю химена там с одним глазом типа пиратка она аки учительницей была на так сказать вместе с ним вообще жила ходила разобегалась и это было невероятно сделано и я думаю там тоже знаете ли эмоции невероятное количество вот во время той сцены и тогда я тоже был невероятно погружен в это и я я не рыдал не плакал но эмоции зашкаливали если честно потому что и в человеке бензопиле и в клинке рассекающих демонов есть моменты которые вызывают слезы просто человек и бензопиле он не заревел то есть разные люди и в разных аниме не по всякому испытывают это в клинке он заплакал значит эмоции вызвало больше если эмоции вызвало больше и купола мои заиграли именно в этот момент я ставлю на то что он выберет клинок рассекающих демонов мне так кажется с уверенностью где-то процентов 80 но человек бензопила тоже невероятно аниме и наверное наверное если бы я посмотрел вот это аниме я бы мог говорить типа по фактам кто выиграет но так как я сказал только человек бензопила я не могу вообще здесь сделать выбор я не имею просто право на это потому что для меня человек бензопила это лучшее аниме который я смотрел но это я смотрел да у меня она вызвала множество эмоций я очень люблю там всех персонажей вот я нашел даже стикер оттуда я практически знаю все про именно аниме первого сезона да могу пересказать вам все серии так далее да мне очень нравится и стилистика и графика и сюжетка и эмоции которые вызывают с первых эмоций когда нам рассказывается ситуация с его отцом и показывается как он с почита там живет и преодолевает эти все трудности это так потрясающе показано и вот эти мини моменты где просто ему говорят поту это при вас сожри сигарету и тебе дам типа блять это-то какие-то там монетки и он сжирает это и это все так показано невероятно еще потом под невероятную музыку и под невероятную графику которая там тоже сделано это топ эмоций но тоже самое я уверен можно найти и в клинке рассекающих я вас абсолютно то же самое просто в других ситуациях это все можно найти мне так кажется и этот финал стоит друг друга это оппоненты равны друг другу и это оппоненты стоят друг друга и выбор будет абсолютно у всех мне кажется разный кто любит жесть хотя и здесь же тоже была да короче я не знаю просто насколько здесь поплакать можно раз он заревел я думаю я бы тут вообще рыдал потому что серия свайлит у меня там есть серии где просто рыдал и вообще много аниме 5 сантиметров в секунду я рыдал как сам не собака собака плачет я рыдал короче как морское животное воде вот столько же было слез и я не видел вообще что происходит в принципе вокруг меня я рыдал и вообще у меня много аниме не только аниме у меня поверьте фильмы и мультики всякие разные вызывают эмоции вообще чувствителен к слезам мне кажется что плакать нужно потому что держать себе ну такой себе если вы умеете плакать не скрывайте этого не стыдитесь этого это все хорошо но просто мне кажется и человек бензопила и бесконечный поезд клинок рассекающих демонов вызывает просто одинаковые эмоции просто по-разному и здесь выбор сделать невозможно но мне кажется процентов 80 85 что он выберет клинок рассекающий демонов потому что он не привел аргументы и факты доказательств тому что он прям плакал под это аниме он не говорил про человека бензопилы что у него вызывало он вы углы что эмоции невероятно он вчера его посмотрел он сказал это но он не говорил ни про слезы не про другие эмоции он сказал что просто охуенно и не мы но это недостаточно для того чтобы выиграть нужны эмоции виде слез которые он предоставил мне в клинке для меня клинок выигрывает с его глаз но лично мой выбор на человеком бензопилу потому что я смотрел этот тайтл весь и она конечно же у меня есть время их реакциях эти эмоции все само собой есть если хотите посмотрите но выбор хелплея падает на наверное клинок рассекающих демонов что ты думаешь что он выберет и ты человек бензопила не смотрел то что я говорил относится ли к клинку рассекающих демонов или это все мои фантазии и вообще я сошел с ума и несу какую-то ахинею интересно будет узнать давай конечно же такие моменты есть и 6 моменты есть человек бензопила как я понял очень хорошее аниме по твоим словам может быть я его даже посмотрю это это не может быть а тебе надо его посмотреть ты просто сядешь и ты просто залпом посмотришь вот по фактам скажу у меня есть друг сашка сашка вызвать он к аниме почти не имеет никакого отношения ну так 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 вот он получается тоже джо любит а джо по ходу все любят даже не анимешники прикинь я очень шоке он поставил человек бензопил он сказал по графическому сопровождению просто типа топ вот просто типа это кайф это наслаждение именно по граф по графе тем более он еще разбирается в графике и он там подчеркил какие-то вот эпизоды умными словами это все говорил и он говорил что это просто разрыв лица вот так вот но если бы я посмотрел наверное вот клинок то он бы тоже самое рассказал потому что наверное две разные графики но и у той и у той графика на высшем порядке давай дальше человек бензопила значит я обязательно посмотрю сейчас я смотрю аниме называется ангел кровопролития после этого посмотрю человек бензопила ну тут бы я тоже брал клинок рискающий демонов потому что ты смотрел его у тебя эмоции от него есть очень хорошая если бы я смотрел человек бензопила мнение могло бы измениться да тяжело было бы но я просто я говорю я ставлю себя на его место и если у меня аниме вызывает слезы то я выбираю его допустим да ну вот а у него может быть абсолютно по-разному сейчас вопрос скажет это это кал но он такого не скажет короче он выберет наверное клинок рискаешь демонов сейчас посмотрим как он это аргументирует и делаем свои выводы по этому поводу посмотрим так бесконечный поезд бензопила этот но бля очевидно очевидно сложный выбор братан сложный выбор но его сделать нужно уж по лицу видно валять что выбирать смотрю в чат в ляха муха могу может помогут 2 спойлеры битва города ой что происходит там по эмоциям клинок лишь эмоции у него вызвали эмоции потому что он плакал это абсолютно по факту но смотря каким эмоциям то есть я испытал много эмоций на человеке бензопиле по фактам очень много там было всего на что можно испытать реальные эмоции может быть у таких человек бензопила выберет но я говорю вот я почему делаю выбранный клинок потому что вот именно в этот тайминг сработал аниме церковь моя не просто так не просто так не может быть таких совпадений так что я уверен что именно он выберет клинок не знаю аниме купол просто так не куколит не бьет по куполам очень много просто других с наступающим фабиан кох наступает уже наступил давно-давно бензопила из-за свежих впечатлений может исказить выбор да нет я прекрасно помню впечатление на без просто на удивление они очень равнозначные смотрите что мы имеем повтори разно равнозначные смотрю химена и здесь кто-то умирает и там химена умирает исчезается понимаешь вот уже разно равные стороны есть и тут смерть и тут смерть просто как-то кто каждый принимает от смерть по-своему кто-то химена привык очень-очень и будет плакать когда увидит ее смерть это было жутко это было невероятно и потом еще подводка следующей серии было тоже потрясающе как же обалденно и здесь смерть кого-то главного персонажа я думаю те кто первый сезон смотрели и 2 сезон начали смотреть они конечно же привыкли к этому персонажу естественно для них это шок потерять этого персонажа и слезы льются рекой посмотришь что он сейчас скажет да ты плакал перед и рыдал или ты не такой человек который привел там когда смотрит а ты значит тоже испытывал эти эмоции окей по факту мы имеем два красивейших аниме тайтла абсолютно верно не знаю клинка но судя по первому сезону по первому это просто типа ну разнос разнос лучше прекрасно человек бензопила тоже это по визуалке я не знаю это просто мое почтение мое уважение очень красиво что в карте дальше мы имеем два аниме тайтла с охуенными персонажами да я не знаю скринка ну я знаю только вот основа выпусти кота темка темочка темка просто у нас есть человек бензопила где есть основные персонажи и второстепенные основные персонажи это dng конечно же почти-то собачка его который мне кажется гениально первая стиль просто первая серия она 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 офигенно она офигенно потом появляется бакима макима это босс всех боссов и загадка 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 еще раз загадка и это очень интересно power который потом влетает нет потом влетает аки аки влетает у которого тоже нам раскрывали его судьбу это что-то с чем-то и эти кадры где он просто посылает своего брата обратно домой за за мячиком ли зачем-то вот таким и он приходит домой и после этого наш парень аки стоит вот там гора он стоит там город внизу у подножья до огромный город и просто в секунду демон пушка все нахрен сносит брата семью и вообще весь город к чертовой матери мили миллион триста тысяч по полегло плюс минус да ребят я думаю все кто смотрит этот топ знают миллион триста около полегло и это все так красиво передалось тогда я помню испытал эмоции у меня даже по-моему слезка потекла если не ошибаюсь слезка потекла и после этого кадр где кладбище с крестами это просто сногсшибательные эмоции ребята это просто вот кто хочет не знаю ребят я думаю все смотрели чуть бензопилов все смотрели это топ эмоции топ эмоции после этого конечно же макима пауэр идет который просто ворвалась просто ворвалась в это аниме как какой-то босс всех боссов она просто пришла как как реально батя приходит в комнату своего младшего своего сына короче вот реально такие эмоции были да там много персонажей там много персонажей дэнджи макима пауэр аки химена были еще девочка такая скромница просто жесть какая-то а все демоны которые там есть друзья мои там демонов немеряное количество помню до сих пор тот момент когда дэнджи при первый раз с пауэр воевали с какой-то милфой короче там монстр такой на милфу похож был реально с чупальцами и он проигрывал в прямом смысле он проигрывал его проткнули насквозь нахрен и пришел аки сделал вот такое движение и какая-то лиса это его демон выросли с которым он заключил контракт просто бамба бахнул и это было невероятно красиво это было сногсшибательно просто вау моё отцы короче человек бензопила я просто знает аниме из-за этого так не мотошусь но я более чем уверен значит человек про клинок ассих демонов он бы меня также своими аргументами покорил я уверен в этом он бы меня покорил и эмоции точно не меньше вызывает это аниме посмотрим что он дальше скажет посмотрим что он дальше скажет но мне кажется он сейчас аргументированно все расскажет ну-ка мы имеем два аниме тайтла с потрясающе классным дизайном до противников и всякой хуйни мы имеем тайтл который вызывает эмоции оба тайтла вызывают эмоции то есть сто процентов что бензопила могу подтвердить ты должен подтвердить что это тоже вызывает эмоции на самом деле они ну пиздец вот по этим вещам похоже учти клинок уже разогнался ну неважно разогнался он или нет вот мы сейчас уже оцениваем разогнанный клинок с человеком бензопилой интересно что будет во втором сезоне человека бензопилы да вот это вот интересный конечно performance мы знаем что есть две стороны медали одна страна медали это провал людей шикал и помойка так сказать снижающего разряда порядка горка как и по крайней катится вниз аниме второй сезон до много есть таких аниме и даже сам хелплей говорил об этом серёга об этом говорил что много аниме скатываются но есть и вторая сторона медали который может нам дать еще лучше аниме еще лучше так что мы ждем мы ждем с нетерпением ну я жду по крайней мере тысячу тебе наоборот кайф ты еще можешь первый сезон посмотреть жестко такая так что советую посмотреть а мне есть куда расти смотреть клинок российской дима потому что этот тайтл он невероятен блин финале 22 года от хелплея который невероятно шарит в аниме дорогого стоит все вот так выпало в этом году и мхо в бензопиле персы лучше не сказал бы лично для меня наверно лучше но я не знаю многих я знаю из-за бесконечно из клинок российской дима of этот огненный как он звать который у него душа горит он сам горяч он добр он не стоит на силу на сторону зла как его звать то вы этот-то ну красивый такой огненный еще есть сын не сын он здесь есть нет здесь он еще умер он еще умер в плитке растекающих демонов как его звать-то ну блин вот тот персонаж который один амивишек по нему было множество раз вот недавно мы смотрели какие-то топ он там тоже был самый красивый персонаж он там тоже мелькал человек огня он там тоже был этот персонаж короче забыл но вот именно он уже вызывает эти эмоции просто бери стыдно стыдно друзьям и ринголку 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 вот ринголку у него уже история вот только только то что я знаю по амивишкам и по вашим рассказам он один тоже знаете ли уже от одного а их там смотри сколько там людей а вот 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 у всех своя история и все невероятно передаются сто процентов раскрываются так что мне кажется несмотря то что человек бензопила офигенный и там персонажей у всех своя тоже история обалденная но в клинке тоже знаете ли не лыком шитые персонажи и мне кажется от них тоже невероятно количество эмоций сходит и у них истории ничем не хуже чем у человека бензопила та же самая майки мопауэр дэнджи аки почита все вот эти вот мне кажется в клинке тоже знаете ли есть тоже те же самые вот типа почита типа дэнджи ну все такие вот персонажи то есть дэнджи допустим это вот главный персонаж как-то так наверное дает также работает у всех своя история вот так вот ну не скажи на самом деле блять вот я бы кстати тут поспорил несмотря на то что бензопиле персы неплохие но все-таки более ярко выраженные с индивидуальным посылом как мне кажется они в клинке вот видишь видишь что он говорит то есть я не знаю я не могу сравнить потому что я не знаю персонажи из клинка если бы я посмотрел первый второй сезон я бы знал всех персонажей и естественно мой кругозор был бы выше и естественно индивидуальность у каждого персонажа по-своему но насколько индивидуальные не здесь и насколько индивидуальные здесь я почему могу судить насколько индивидуальный тот персонаж и у каждого свои истории так далее но насколько индивидуальный тут только ты мне можешь сказать наверное тоже потрясающе всех офигенно сделан у нас два финалиста это они друг друга стоят короче они друг друга стоит это два прекрасных аниме но я говорю купола просто так не срабатывают и он выберет клинок я уверен в этом честно то есть если мы говорим о персонажах в клинке они скучнее как по мне слушай но в бензопиле нихуя не не такие прям интересные в бензопиле охуенный главный герой ну не сказал бы не сказал бы насчет этого очень интересное очень интересный все лично для меня опять же тут много много людей сколько людей столько не будет но по мне так дэнджи как главный персонаж он сказал да интересно один якобы но извини меня история макимы это просто жесть какая жесть какая-то сколько на ней связано сколько на ней повязано это просто жесть какая-то история аки Чего только история Аки Рассказ Аки о детстве Чего это только стоит и тот кадр Он уже вызывает невероятные эмоции Пауэр, бляха-муха Ее рассказ, когда она сидела На крыше дома, разве не интересен Когда она с кошкой сидела И когда этот гребаный Просто тупорогий Вот этот вот козел пришел Забыл как его имя звать Который просто говорил, принеси мне человека Я освобожу котенка твоего Это разве не интересно Да это еще как интересно, друзья мои Не согласен здесь Мне просто кажется, что в Клинке Еще лучше может быть персонажи Я просто этого знать не могу Но мне кажется, что Человеками из Апиле всех раскрыли по-своему И про каждого есть Практически про каждого Да, не про всех, но практически про каждого Главного персонажа есть все-таки История, которая захватывает тебя Не знаю, могу быть неправ От слова совсем Но я просмотрел Человека-Бензопилу И здесь я с многоуважаемым Хелплейом Не согласен, что Человека-Бензопиле второстепенные персонажи А-ля второстепенные Я не могу их даже так назвать, если честно Не могу назвать Не раскрыты Нет У меня еще второй сезон есть Может быть еще больше раскроет Кто его знает? Кто его знает? Но история Конечно же И Пауэр Макими Дэнжи Да всех Всех Аки Раскрыто по полной программе И это в отдельных сериях раскрывалось Друзья мои Раскрывалось Если я пересмотрю Я еще все больше вспомню Но Даже сейчас Когда уже многое забыто Я все равно помню эти эмоции Они всегда со мной Обязательно надо пересмотреть это аниме Хотя бы для себя Окей, что будешь дальше говорить? Ну я говорю Он выберет по-любому клинок Потому что купола Колокольчики просто так Не бубнят В аниме Храме Вот он очень интересный Прям Главный герой бензопиле Заебись, чел Да, Дэнжи классный Ну там все Я не знаю Мне все понравились Абсолютно Абсолютно все понравились У всех свои ебанца есть Это кайф Им прям охуеть Интересно следить У него такой характер еще И так далее Он прям Прям ништяк ебан Я просто не знаю Ну ништяк ебан Что окей Но неужели ему не нравится Макима Пауэр Аки Дэнжи Ой, Дэнжи ему нравится Макима Пауэр Вот почему ему это не нравится За ними Что же интересно Блять Ну мне больше всего Интереснее было наблюдать За Дэнжи и Пауэр Пауэр вообще просто Своей там Изюминкой в голове Я не знаю Мне она очень интересна Мне она очень интересна Ну ладно, ладно Тут Так сказать Люди все разные Кому-то что-то интересно Кому-то что-то не интересно Кому-то нравится персонаж Кому-то не нравится Люди разные Я еще раз говорю Да Окей Башит Вот Но что касательно второстепенных персонажей они неплохие говорит они неплохие но для него для его так взять мерки персонажа не такие себе могу понять могу понять для всех рамки эти разные но я бы не сказал на самом деле что они какие-то охуенно оригинальные не знаю для меня они вот прям как раз это слово очень подходит не знаю ну еще раз говорю у всех свои выводы будут но мне очень нравится персонажи человека принципиала абсолютно все не знают такая моя болезнь такого моя слабость может быть не знаю кайф мне кажется что бензопила более серьезная работа там некоторые моменты два раза рисунок не с точки зрения худ художественный может упающим сергу не так ребят но давайте я так скажу для меня наверное равнозначно хотите я дам вам возможность эту каплю сделать которая переполнит чашу не ты должен сам выбирать мы пришли за твоими мыслями чат может выбрать там все что угодно накрутка не накрутка может присутствовать не надо давайте сам выберешь я знаю что купола сработали я хочу твой выбор выбери сам мужик мужчина мужичина бля выбери сам и выберет тайтл потому что ну честно для меня они в разном сеттинге но для меня это оба охуенных тайтла я не могу сказать четко что один тайтл явно превосходит другой но такого у меня нет просто поэтому давайте воспользуюсь вами ты бог нет блин ну так не честно и честно в этом выберешь но это же не и мы с вами как думаю что чат решит мы с вами это ну ладно понятно что не догонит никак бесконечный ну блин ну нету так нельзя делать ну зачем чат это твои зрители это твои зрители но мы пришли за твоим выбором дружище мы пришли за твоими мнениями за твоими мыслями зачем не чат поиск к сожалению или к счастью человек бензопила человек и бензопилу выбрал как так как а выиграл естественно по чату этот но он выбрал пилу но я так и не понял чтобы он выбрал если бы у него прям был осознанный выбор это 50 на 50 частейшие но 51 а 49 должен был выбор он сделать может что дальше скажет ну-ка победитель выбран ребятки переходим к результатам и смотрим да первое место человек бензопила второе место клинок 3 магический 3 4 магическая битва перерожденные люди случайно блин вот общей в общей статистике смыть и в общей статистике общая статистика по ходу человек бензопила выигрывает и по общей и по его статистике да смотри первое первое место то есть из-за того что человек бензопила разорвало в этот год да и по популярности вообще по всему она здесь на первом месте и клинок на втором месте но я не знаю он выходил в то же время когда пила или же он рать раньше вышел восьмое место клинок занял восьмое место у людей прикинь место в общем списке вот так вот вот так вот гик это без первое является у нас 3 4 магическая битва здесь седьмое а что зрители блять не зрители вот лохи которые голосовали просто лошары просто я не знаю почему он и выбор за не сам сделал но это ребят ну согласны нет но чат чатом но я хотел чтобы он выбрал самый вот как лидер узнаю купол аниме купол был прав или нет вот как я это теперь узнаю но все таки мне кажется по эмоциям он больше к клинку предположение мне такое давал так что он был выбрал бы наверно клинок он и говорил что второстепенные персонажи в пелену не такие для него лично да в клинке получше и там вот это все мне кажется был был клинок так что по фактам по фактам лучше аниме для него 22 года это клинок рассекающих демонов бесконечный поезд вот по фактам друзьям и и купол не ошибся друзья мои купол не ошибся и какой тайминг мы словили это просто что-то с чем-то друзьям и я просто поражен если вы думаете что купол постоянно тут свистит у меня ни в коем разе это отдельные дни а в отдельные праздники значит мы снимаем реакцию в какой-то праздник получается вот так вот второе место и инкарнация безработного история о приключениях в другом мире блять когда есть магическая битва когда есть клинок рассекающий демонов блять у нас реинкарнация на втором месте блять но потому что все люди разные не могут быть люди как ты все понимаешь с такими вот мозгами головами все люди разные это не минус всегда так было есть и будет еще раз повторюсь 91 день 40 где а ни хрена себе сороковое атака титанов на девятом при этом черный клевер учитываете на шестом это нормально нет то есть ты согласен с этим топом вот так вот по верхушке если идти вот именно первое второе место согласен вот с этим распределяем что человек бензопила и клинок это первое второе место согласен да то что зрители я просто думал что он сам выберет но я понимаю что он бы выбрал клинок это сто процентов он бы выбрал клинок он бы это аргументировал тем что ну по эмоциям лучше он заплакал в конце концов на клинке это дорого стоит это дорого стоит друзья мои а все король друзья мои вот такой ролик получился два часа контента друзья мои не знаю кто будет смотреть не будет но с чем-то согласны с чем-то нет хелплей своя личная харизма кому-то нравится кому-то нет но самое главное все что он говорит это чувствует что он прям идет это все от сердца по настоящему я верю в его слова могу с чем-то не согласится но ребят еще раз говорю сколько людей столько и мнений никогда не будет такого что мы будем соглашаться с друг с другом кто-то любит добро пожаловать в класс превосходств кто-то его ненавидит кто-то любит вот эти вот клетки кто-то его ненавидеть то есть еще разговор две стороны медали всегда так было есть и будет и ничего с этим не поделать, но мне понравилось это смотреть, это годный контент это человек, который вызывает невероятные эмоции, обязательно заскочу к нему на стрим, поздороваюсь, потому что у человека своя харизма и она прям отличается от многих, если честно этот человек, который мне кажется прям правду матку херачит, просто да, ему абсолютно пофиг если большинство аудитории там что-то типа не устраивает, да, он ему плевать, все что он думает, то он и будет говорить, в принципе хорошая позиция в принципе хорошая позиция и я рад что он является тем, кем он является искренний, положительный человек, да, со своими, так сказать вот этими штучками в голове, но у кого их нету, собственно, да, они у всех присутствуют, да, они у всех присутствуют умнейшая голова, посмотрите сколько он за год посмотрел аниме, мне только такое снится может, друзья мои, я очень далек, я легко могу сказать, что он умнее меня, вот в аниме тематике да, с другой стороны у меня есть свои плюсы, где я его опережу на голову и вообще изи для меня это будет, так что все люди разные и это хорошо, мне кажется если бы все люди были одинаковые, было бы скучно жить, не согласны, нет со мной что думаешь по этому ролику, выскажите ой, мне очень понравился как и сам Сергей, или Серега, да, хелплей, хорош мне очень понравилось вот распределение у него хорошее было, вот с некоторым был не согласен, ну, бывает, бывает без этого никак, без этого никак ну, очень классно получилось у него да, хорош, хорош мне понравилось был бы такой топ с моими аниме да, тоже бы пообщались, поговорили бы разобрали, а так, огромное спасибо за эмоции, хелплей Серега, спасибо тебе большое не знаю, посмотришь ты или нет, наверное, нет два часа смотреть, ну, такое себе а так, это была моя реакция на хелплей выбирает лучше аниме 22 года в принципе, человек-бензопила для меня входит в эту двойку, для меня она выиграла тоже, но для меня кажется мне кажется, что он выбрал все-таки клинок растекающих демонов и на то он привел аргументы, с которыми естественно спорить глупо, потому что если там запоминающие персонажи, они есть если там клевая рисовка, она есть сюжет ебейший, есть все, есть, значит, естественно, спорить с нечем но для каждого по-своему будет но человек-бензопила в топе у людей и у стримера занимает первое место но, по сути, он выбрал клинок окей, обнял каждого, спасибо за заказ напиши, кто это заказал, напиши посмотрел ли ты всю реакцию мы прощаемся с Эйкпортом, до новых встреч спасибо за то, что были со мной это было невероятно весело со мной был Колян спасибо тебе насладились, кайфанули, получили удовольствие обнял каждого, прощаемся с Эйкпортом ты летишь вот с этой штукой, а я лечу с Эйкпортом пока-пока щух обнял, друзья, всего самого прекрасного и лучшего добра всем и, конечно же, будьте добрыми людьми и добро ответить тебе взаимностью пока-пока, друг, мы скоро встретимся пока-пока 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 пока-пока